Этот фильм посвящается морским спецназовцам военно-морского флота России. Всем боевым пловцам. Живым и мертвым. Тем, чья нелегкая служба проходит под грифом совершенно секретно. Тем, кто является элитой наших вооруженных сил. Все имена и боевые псевдонимы вымышлены. Отряд особого назначения «Тайфун» не существовал никогда. Правда лишь в том, что такие подразделения действительно есть, а их подвигами страна вправе гордиться. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Заложника в отсек, отвечаешь за него головой Что же вы меня, то туда, то сюда Полезай в отсек Можно бы и повежливее Живо Тихо Э, наверху Хорош топать Не слышно, что вокруг делается Не волнуйся, командир, я все вижу Если они сюда доберутся, охнуть не успеешь Охнуть я всегда успею Хотелось бы верить Они специально время тянут, командир Ты что, здесь курить собрался? Дай сюда Молодец, попал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Оружие на пол Ты убит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Труп. Кто труп? Ты. Слышал, что снайпер сказал? Может, я ранен? Это лишнее. Не дали ни одного выстрела сделать. Но почему же? Один выстрел все же был. Подтверждаю, как посредник. Сдайте оружие. Да я тебе голыми руками урую. Да иди домой, война кончилась. Всем отбой! Учения окончены. Одинцов Виктор Петрович, капитан 2-го ранга. Командир подразделения боевых пловцов. Имеет высшие правительственные награды. Участвовал в спецоперациях за пределами России. Среди подчиненных пользуется заслуженным авторитетом. Товарищ капитан 2-го ранга. Учебное задание выполнено. Булатов Иван Михайлович, капитан 3-го ранга. Командир группы специального назначения «Тайфун». Боевой псевдоним «Батя». Подводный диверсант-разведчик. Имеет опыт нелегальной агентурной работы. Обладает ярко выраженными лидерскими качествами. Кошкина Маргарита Степановна. Старший лейтенант. Боевой псевдоним «Багира». Подводный диверсант-разведчик. Специализация «Снайпер». Дополнительная специальность «Психолог-переговорщик». Малой Сергей Яковлевич. Капитан-лейтенант. Боевой псевдоним «Гном». Подводный диверсант-разведчик. Специализация «Взрывотехник». Обладает аналитическим складом ума и феноменальной зрительной памятью. Имеет опыт оперативно-розыскной деятельности. Тарасов Борис Андреевич. Капитан-лейтенант. Боевой псевдоним «Бизон». Подводный диверсант-разведчик. Радист группы «Тайфун». Дополнительная специальность «Механик». Ответственный за техническое оснащение группы. Шестой команды «Заря». Как понял? Как понял? Понял вас. Понял. Новая вводная. Разворачиваемся в квадрате 17. Докладываю. Батарея на стартовой позиции. К учебным пускам готовы. Первый готов. Второй пошел. Приступить к захвату цели. Цель захвачена. Готовность 20 минут. Проверить систему к запуску. Есть контакт. Очистить воздушный коридор. Метеоданные. Ветер нордверский. Три метра в секунду. Подтверждаю. Коридор чип под три треектора. Уран. Я Север. Подтвердите готовность. Готовность 10 минут. Первый, первый. Срочно переходим на запасной канал связи. Переключаюсь. Зимой первому. На полигоне обнаружено устройство движения. Прослушку отправили контрразведчикам. Поисковая группа продолжает прочесывание. Старт надо отменить. Вас понял. Сейчас доложу. Звучит. 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 Типа электрон. Ну-ка, давай его сюда. Глеб, надеюсь, изымали его аккуратно? Более чем. Вот. Вынимай. Товарищ полковник, получены результаты наблюдения со спутника. Зафиксирована станция слежения. Ну, да. Значит, все верно. Как я и думал, она находится на острове. Пригласи сюда Живо Булатова. Похоже, без группы тайфун нам не обойтись. А с этим что делать? Оставь. Всем оставаться на позиции. Переходим в режим ожидания. В эфире соблюдать полную тишину. Связь будет обеспечена посыльными. До моей команды никаких действий не предпринимать. Это устройство слежения обнаружили на полигоне. Пока одно. Интересно, сколько же их всего? И как давно они наблюдают за испытаниями? Ну, судя по коррозии корпуса, где-то недели две. Но сколько бы их не поставили. Важно, что вся информация с ней стекается на станцию спутникового слежения. Станция в эфир не выходила, работает только на прием. Так что вся информация забирается с курьером. Предлагаю первое, проводим разведку под прикрытием. Второе, зачищаем остров. При первой же опасности они сбросят информацию на спутник. Не спугните. Так точно. Будем действовать максимально скрытно. Ну что, погнали? Погнали. 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 и Гном ждет команды. Да не гони ты, сейчас проверим все и начнем. Гном, готовность 10 минут. Ага. Ты что, весь паек сожрал? Я волнуюсь, да товарища. Переживаю. Переживаю. Куда ж ты, мужик, лезешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, это я. Да у меня все нормально. Просто забыл тебе сказать, я сегодня курс правильно прикинул, так что ты 40 баксов поменяй и не больше, хорошо? Ясно. Антенна вот здесь. Метров 40 от берега, не больше. Ну так все верно. Гном, оставайся на месте. По команде уничтожь антенну. Всем постам говорит турист. Готовимся к зачистке по плану А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. Привет. Ну, как улов? Да я только начал. Жерлицы установил. Две лунки для леща прикормил. Сейчас вот закидушку доделаю и на вечернюю пойду. А, а ловишь на что? Я ж говорю, мотыль у меня. Леща на мотыля? Ну да. Мотыль плюс мормышка. А, ну да, здесь на двухцветную. Знаешь, как берет? Да нет, ты что-то путаешь. Двухцветная уральская здесь не пойдет. Почему? Да она желтая и серая. Нет, здесь надо вольфрамовую, кругленькую и светлую. Да это все ерунда. Самая главная игра, вот положишь ее вот так вот. А потом обязательно тук-тук-тук по дну, тук-тук-тук, а потом раз на метр вверх. Хваст, речек, ты что завелся? Я вообще сеть ловлю. А, ну извини. О, у нас гости. На 22 часа в сторону острова движется снегоход, один ездок. Отдаление 700 метров. Вижу цель. Ваше решение. Магир, я турист. Цель пропустить. Пропускаю. Предупреди гнома. Его действия. Какие действия? Пусть уходит. Ну вот опять. Рик. Кто? Рик, жена. А? Везде достанет, хоть телефон выбрасывай. Давай, подержи. Ага, спасибо. Жена, говоришь? Не отвечает. Фокус не прошел. Рано вы его списываете. Мне жаль твоего парня. Но они профессионалы. И ты профи. У свидетеля шансов нет. Что стряслось? Кто это? Рыбак объявился. Очень некстати. Точно рыбак? Вроде да. Но надо проверить по полной программе. Он ничего не видел? Шлялся около антенны. Но я его успокоил. Это плохо. А что? Это очень плохо. Ладно, как-нибудь разберемся. Пойдем, я там барахло привез, провиант, аккумуляторы. Бизон. Багира, возвращайтесь на базу. Как поняли? Батя тебя понял. Уже идем. Рита, пошли. Штурмовать остров, не знаю толком, что там и как, но это рискованно. Хотя, с другой стороны, насыпать? Ну, чуть-чуть. С другой стороны, ждать слишком опасно. Тут ведь главный вопрос, расколет гном или не расколет. Ребят, кипяточка плесните. Если его расколет, то станцию точно свернут. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, несколько часов у нас еще есть. Его должны допросить, проверить, на это идет время. А зачищать настоящего рыбака слишком опасно. Могут хватиться. А спасатели здесь никому не нужны. Хотя. В общем, приехали. Давай, давай, давай. Так. На леща, значит, да? А еще зачем? Да, на лим здесь есть. Я за кидушки поставил. Да тут все чисто. Эй, 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 да вы че, мужики, офигели что ли? Да уберите от меня это спуты! Да поволчи ты! Да все нормально, чистый он, нежно. Сеня, ты его хорошо обшарил? Да сам посмотри, вот его барахло. Это бутерброды, в карманах было, видишь? Ерунда всякая. Коробочка какая-то. А, что у нас тут? Мотыль. А, он самый. Вот, кстати, удочка. Э, 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 мужики, с Настей-то не трожки. Да оставь ты удочку, гад! Я за нее сорок баксов отдал, да... Заткнись. Нет, вы че, мужики, не люди что ли? Зуб выбили, с Настей испортили. Да скажите, что ищете, я сам отдам! Сколько, говоришь, отдал за нее? Да пошел ты! Понял, Геннадий Львович, группа захвата готова. Ну, отлично, смотри сюда. Занимаешь позицию вот здесь, и дальше по моей команде. Разрешите идти? Иди, конечно. Попробуем еще раз. Один звонок уже пропущен, надо бы ответить. Ответишь. Это жена, Илья Агапыч. Это не важно, лишнего не болтай, иначе сам знаешь. Удачно порыбачу. Что говорить-то? Да, спокойно. Скажи, что клев сказочный, погода отличная, вернешься завтра. Все понятно. Понял. Давай. Алло, Ритуль! Алло! Сережа, это я! Ты почему не отвечаешь? Я что должна думать? Ритуля, клев сказочный, я сегодня не вернусь. А ты прогноз погоды слышал? Завтра обещают метель. Ну, вот завтра и посмотрим. Здесь озеро как на ладони. Майна прикормлю, я хочу сетку поставить. Агапыч тоже остается? Вы снова решили надраться? Не, Ритуль, я здесь один, один. Агапыч не приедет, ты и не собирался ему приезжать? А хоть бы и приехал, мне все равно. Все удачно прибачить. Я тогда к маме пойду ночевать. Ритуль, я завтра утром перезвоню. Э-э-э, разболтался. Зачем ты сказал, что перезвонишь? А чтоб вы меня как удочку не переломали. Зачем тебя ломать? Мы тебя как телефоны, сети и выключим. Ну что, видите? Жив ваш гном? Пока еще да. Все озеро как на ладони, ты понял? По льду к острову не попасть. На острове наверняка датчики движения. Ультразвук или тепловизоры. Агапыч никуда не поедет, это... Я думаю, он прокурьера. Они там до конца будут. Гнома надо вытаскивать, и немедленно. Видите, ребята, тут кроме спасения вашего гнома, есть еще мелкие государственные интересы. Никто не забывает об операции. Но лавочку лучше прикрыть прямо на острове. Ну и как, интересно, вы туда пройдете? Там майна прикормленная. Если датчики движения контролируют дальние подступы, тогда майна получается в мертвой зоне. Здесь, около турбазы, полония для моржей. Отсюда, конечно, далековато, но с острова не видно. Около часа будет. Значит, пора собираться? Ты остаешься здесь. Бать, я... Не спорь, нам спокойнее будет. За себя. Других вариантов нет. Согласовывайте со штабом, мы пойдем готовиться. Других вариантов нет. Других вариантов нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, обоих рыбачков надо брать живыми. Только живыми. Главное найти и уничтожить антенну. Без нее им в эфир не выйти. Это понятно? Понятней некуда. Тогда с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и работа у вас. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА